Одежда подорожает в два раза. Процентов 40-50, я думаю, подорожание будет в любом случае. Но мы по факту шьем из турецкой ткани китайскими нитками на китайских машинках, руками Средней Азии. Что, у нас нет обувного клея в России? И не только обувного клея. Невозможно сегодня сделать ничего от йогурта и до карандаша цветного. Возможно, многим брендам придется закрыться. Мы все больше и больше будем покупать. Будем ходить в одинаковых худи и толстовках, которые шьют практически все. Ну, это ужас в сравнении с тем, какие могли бы быть тенденции развития российской моды и российского фэшна, уличной моды. И русские женщины, они такие хитрые, да, они всегда найдут какую-то возможность, будут шить, будут что-то строить, будут что-то делать за старенького. Ничего не остается делать, как просто идти дальше и творить. Неворцы. Привет, друзья, меня зовут Ярослав Бабушкин, это не Фарбсы. И сегодня мы поговорим про импортозамещение в одежде. С российского рынка ушла Zara, H&M и многие-многие другие бренды. Во что будем одеваться? Ивановский трикотаж, Павло-Пасадские платки или модные российские бренды? Российский фэшн. Но сможет ли этот российский фэшн покрыть весь объем масс-маркета, который занимала до этого та же самая Zara? Поговорим с экспертами об этом сегодня. Не фарбсы. Сначала специальной военной операции о временном закрытии магазинов в России объявили множество брендов масс-маркета, среднего и люкс-сегмента. Скорее всего, такое решение связано не столько с политической ситуацией, сколько с логистикой. Международные операторы DHL, FedEx и UPS, услугами которых пользуются ритейлеры, тоже временно прекратили работать в нашей стране. Некоторые бренды, например, японский Уникло, хотел остаться в России. Основатель компании Тадаси Янай заявил, что одежда – это жизненная необходимость, и российский народ имеет такое же право на жизнь, как и мы. Однако, спустя три дня, Уникло все-таки решила уйти с нашего рынка, не выдержав давления. Российские бренды одежды и украшений появились не вчера. Gloria Jeans, Zarina, BeFree, Lime, Austin, Sella и другие уже много лет конкурируют в России с мировыми ритейл-монстрами, вроде Zara и H&M. Но, кажется, именно сейчас им представилась возможность занять освободившийся рынок. Насколько они к этому готовы? Не форсы. Бренд запорожец Heritage, основанный Михаилом Лабахуа, существует с 2013 года. Начинали с вязанных шапок, но позже добавили в коллекции сумки, взрослую и детскую одежду и даже нижнее белье. Здравствуйте, Михаил. Первый вопрос. Что сейчас происходит с вашим бизнесом? Для вас это хорошие новости, что часть иностранных брендов ушли с рынка, или все равно санкции для вас вредоносные? Во-первых, история о том, что бренды ушли с российского рынка – это такая пока история очень сомнительная, потому что они пока сказали, что они уходят, а уйдут ли они на самом деле, это точно никого неизвестно. Может быть, ребята сейчас закроются, а через некоторое время опять откроются, то есть тут мы ничего не знаем. С одной стороны, конечно, это здорово, что вроде что-то там освобождается, хотя, конечно, нас опять-таки сравнивать с H&M или еще с какими-то большими игроками, наверное, было бы неправильно. А с другой стороны, как бы реализовать ту историю, что кто-то уходит, и мы сможем встать на их место, ну, если так пофантазировать, то чтобы это сделать, нужны тоже определенные ресурсы, нужно определенное время, а, соответственно, те самые санкции, которые нас сейчас настигли, они, в общем-то, не очень-то позволяют текущий бизнес нормально вести. А говорить о том, что мы сейчас будем бить себя в грудь и занимать тысячметровые помещения Zara, например, ну, это, на мой взгляд, пока такая научная фантастика. А что произойдет с этими площадями, где вот словно располагались Zara и прочие огромные там масс-маркеты вроде H&M? Как вам кажется, что будет? Появятся какие-то окологосударственные большие бренды, которые будут массово одевать людей, как, я не знаю, в Советском Союзе, или что это будет, если вот вы говорите, что там для вашего бренда не хватает ресурсов, например, чтобы занять нишу Zara? Какой вы видите сценарий, например? По моему ощущению, конечно, эти большие бренды не уйдут, ну, потому что можно как бы смотреть за их поведением в других странах и прочее, то есть это, скорее всего, все какая-то такая массовая сейчас такая пиар-компания, да, вот. А если вдруг даже они уйдут, то у нас есть большие игроки российские, такие как, я не знаю, Melon Fashion Group, группа компании Sportmaster, в которых довольно много брендов, возможно, что-то кто-то из этих компаний сможет на этих площадях сделать. Возможно, собственники торговых центров разделят, как обычно происходят в кризисные времена, эти большие площади на более маленькие площади и будет их сдавать. А может быть, там появятся какие-то проекты, как вот, допустим, в авиапарке, да, есть Strand Island проект, где много на одной территории много различных дизайнеров небольших или небольших брендов представлено. То есть, ну, тут много разных сценариев, все-таки здесь все будет зависеть от того, действительно ли они уйдут. А когда уже этот момент, если они уйдут, наступят, то я думаю, что в каждом торговом центре будут какие-то свои решения. Ну, и это, конечно, будет зависеть от благосостояния наших крупных компаний, российских игроков. То есть, если они смогут что-то туда, может быть, они какие-то новые проекты захотят сделать. Не форцы. Да, в интересное время мы живем. Все чаще слышу от наших героев словосочетание горизонт планирования. У кого-то всего один день, неделя или месяц. А ведь истории успешных бизнесменов не раз доказывали, что удача сопутствует тем, кто не паникует, не отчаивается, а уверенно идет к своей цели. В кризисное время защита компании от разнообразных рисков – приоритет каждого современного бизнесмена. Вот уже почти 75 лет «Инга Страх» позволяет быть уверенными в безопасности своей компании тысячи предпринимателей. А «Инга Бизнес» – уникальный на российском рынке комплексный онлайн-продукт страхования. Он защищает как имущество, так и ответственность компании. Такой подход позволяет максимально обезопасить свой бизнес. Страховая предоставляет защиту здания, внутренней отделки помещений, офисного и компьютерного оборудования, мебели и инвентаря, а также товарного запаса продукции. И все это на случай пожара, стихийных бедствий, кражи и многих других непредвиденных ситуаций. Кстати, первый в истории долларовый миллиардер Джон Рокфельдер говорил «Никогда не экономьте на страховании, тогда дела пойдут в гору». Например, несколько лет назад почти полностью выгорели помещения пятиэтажного торгового центра во Владивостоке. Убытки на десятки миллионов понесли более 160 предпринимателей. Часть товара сгорела, часть повредила вода при тушении пожара, работа магазинов была остановлена, бизнесмены остались без прибыли, а один из арендаторов, владелец кафе, может быть и вовсе признан виновником пожара и рискует понести ответственность перед остальными резидентами торгового центра. Ингострах предлагает множество онлайн-продуктов для малого и среднего бизнеса. Многие из них можно быстро и просто приобрести на сайте компании. Клиентам не нужно приезжать в офис страховой. Полис можно оформить и оплатить онлайн, получив его на электронную почту. Итак, заходим на сайт, выбираем калькулятор продукта и заполняем данные своей компании. Указываем страховую сумму и срок, на который мы хотим застраховать свой бизнес. Можно выбрать ежемесячный платеж или внести всю сумму сразу. Нажав кнопку «Рассчитать», вы получите стоимость полиса и график платежей. Если стоимость вас устроила, смело нажимайте кнопку «Оформить». Готово! Осталось лишь внести необходимые данные о компании и оплатить услугу. Страховой полис придет на электронную почту. Идеальный вариант для предпринимателей, которые ценят свое время и при любых обстоятельствах хотят чувствовать стабильность и уверенность при ведении дел. Конечно, на рынке есть и другие предложения, но в основном они предлагают страховать по отдельности имущество и ответственность. А это здорово усложняет взаимодействие с будущим гарантом твоей безопасности. Дополнительная документация, трата не только времени, но и нервов. IngoBusiness от IngoStraha – это идеальный выбор, если вы хотите комплексную защиту. За раз минимизировать максимальное количество рисков и обезопасить себя сразу от большинства проблем. А по промокоду IngoForbes вы можете оформить такую защиту с экономией 15%. Предложение действует уже сейчас и продлится до 1 июля. Переходи по ссылке в описании под этим видео. Удачи нам всем и надежной страховки. Бренд одежды и аксессуаров «Помпа» существует с 1994 года и за это время пережил уже не один кризис. Скажите, как вы оцениваете этот кризис? Похожая ситуация была несколько раз уже на моей практике. Это была ситуация 1998 года, более близкая ситуация 2014-2015 года, когда резко растут составляющие доллара, то есть растет курс доллара и евро. А так как у нас в основном комплектация оборудования и материалы, они покупаются за валюту, то есть у нас очень мало комплектующих производится на территории России. Поэтому неважно, какая валюта, евро, доллар, юань или лира турецкая, в любом случае это все дорожает в два раза. Поэтому, конечно, в ситуации, когда себестоимость вырастает существенно 50-70%, приходится заниматься оптимизацией. Но оптимизация в основном сейчас будет, наверное, больше производственная, потому что с точки зрения руководства мы как предприятие, у нас на самом деле не так много народу работает. В стране самая большая проблема – это с кадрами, поэтому тут оптимизации таковой человеческой не будет, в принципе. Своих у нас всего 28, у нас работает в роднице порядка 100 человек, и на производстве около 100 человек. В принципе, пока такого успокоения не было, то есть я просто, знаете, я в ситуации работаю, как кто-то говорит, не моя фраза, я услышал, делай, что должен, будет, что будет. То есть я вот как бы делаю, что должен. Я всю жизнь занимаюсь тем, что произвожу одежду, и как бы она людям нужна в любом случае. Там вопрос, конечно, кто сможет ее купить больше, потому что она, конечно, дорожает. Тут ситуация очень печальная, потому что я вообще против того, чтобы одежда была дорогостоящая. Одежда, наверное, доступна для людей. Поэтому основная задача производства, чтобы было доступно. Но из-за курса становится не очень доступно. Но мы производим, потому что как бы я занимаюсь этим, могу делать только это, собственно, этим и занимаюсь. Одежда подорожает в два раза? Нет, в два раза не подорожает, но пока что мы подняли наши цены частично, то есть как бы на то, что сейчас вот только-только приходила таможенность. Потому что уже какие-то вещи, вот сейчас пришла машина, и мы ее уже таможили, уже оплачивали таможенные пошлины уже по курсу 116, условно говоря. Понятно, что уже тут как бы придется пересчитывать. Стоимость материалов, если как бы продукция закупается целиком в Азии или Европе, стоимость продукции плюс таможенная пошлина, и дальше ее только прибыль на оценку 30-35% или 40%. Наценка производственная обычно небольшая. Наценка большая идет в роднице за счет того, что там идет отдельно. Это у всех марок так сделано, что наценка розничная за счет того, что это отдельный бизнес. Торговые центры, аренда большая, там она больше 100%. Обычная наценка производственная, она там редко бывает больше 30% на самом деле. Поэтому, в принципе, подорожание, если товары импортные, ну, дорожает на 50%. На производстве, ну, тоже где-то, наверное, там, ну, процентов 40-50, я думаю, подорожание будет в любом случае. Потому что составляющая комплектации материалов, оно где-то доходит там до 50% стоимости изделия. Дальше идет только наценка и прибыль уже, как бы, налоги. Ну, сейчас же будет расти еще и зарплата. Надо не забывать, что сейчас уровень жизни упал, и надо сдача, ну, по крайней мере, моя будет первая – это удержать компанию, чтобы компания занималась тем, чем она может, производством, производила продукцию. То есть, наработать опять оборотные средства в ближайшее время, там, полгода. Потом заняться уже повышением зарплаты, как бы, сотрудникам. Ну, или делать это параллельно, по крайней мере. Потому что, я говорю, без сотрудников никакой бизнес невозможен. Основная, первая важная вещь – это, как бы, это люди. Вы не увольняли никого, насколько я понимаю? Принимаете на работу, наоборот, сейчас? На самом деле, принимать сейчас нету, как бы, возможности. То у нас, к сожалению, вообще, так как мы производственное предприятие, у нас должны работать люди на производство. И у нас сейчас вообще престижно, рабочих мало, потому что эта работа непрестижна. Непрестижна, потому что, к сожалению, малооплачиваема. А малооплачиваема, ну, это вот уже дискуссия такая тоже, производная из-за чего? Просто непрестижно работать. Можно, модно быть, там, продюсером, там, не знаю, видеографом, кем угодно, на самом деле. Не модно быть, непрестижно быть, там, фрезеровщиком, токарем, сварщиком, швеей. Поэтому это, а эти люди, без которых невозможно производство, невозможная экономика. Поэтому, на самом деле, да, если швеи приходят, мы берем всех. Вообще всех, и даже учим. Но менеджеров мы не берем. А вот как вам кажется, этот кризис способен эту проблему как-то решить? Может быть, действительно у нас появятся, там, и наши швеи, которые не будут чувствовать себя, вот, там, ущербными, непрестижными? Друбль упал по отношению к другим валютам. Даже те люди, кто у нас работал, приезжие иностранцы, да, я имею в виду, что, там, с Азии, там, с Азии, с Азии, они сейчас многие могут уехать, потому что им сейчас становится невыгодно у нас работать. Поэтому не могу сказать, я думаю, что с Азии, наверное, спрос будет, он может быть, будет, наверное, какой-то переток в рамках России, с каких-то регионов. Сейчас дальше продолжится исход людей, с каких-то городов, где меньше работы, крупные города. Поэтому, наверное, там, с точки зрения перетока, он усилится, ну, может быть, будет какая-то пауза, связанная сейчас с ценами. Но при этом, когда крупные будут дальше, там, недвижимость будет дорожать, там, будет строиться. Ну, в целом, тенденция такая будет. Насчет того, что прямо будет рабочий переезжать, ну, не уверен, потому что обычно переезжают все-таки более молодые, более активные люди. Ну, как правило, эти люди, они не хотят быть производственными. Как правило, это люди, ну, которые стремятся к другим профессиям. Бренд с сибирскими корнями Ушатава с 2015 года производит и продает базовую одежду по цене немного выше покинувшего нас масс-маркета. Скажите, как текущая ситуация с событиями на Украине сказалась на вашем бизнесе? Не буду кривить душой. У нас снизились продажи, потому что, я думаю, все клиенты сейчас свой фокус внимания в плане покупок сместили на электронику, автомобили, кто-то на еду, кто-то на косметику. Ну, в общем, на те предметы, которые вполне возможно закончатся и не вернутся в Россию в ближайшие годы. А так как мы местный производитель, то люди не переживают пока что, что мы уйдем с рынка. Это первое, что сказалось на нас очень мощно и ярко. И, конечно же, это затронуло наши закупки, так как мы покупаем сырье преимущественно не в России для наших коллекций. А в Китае, в Турции, в Италии, в общем, пришлось порезать закупки текущие и отказаться от части прекрасных стран. То, что многие иностранные компании ушли из нашей страны, это позитивно сказывается для вас? Мы никогда не хотели стать масс-маркетом, несмотря на нашу невысокую цену. И тут больше нас интересует, что ушла люкса, и мы можем более спокойно запустить уже первую линию бренда, которую мы периодически пытаемся готовить, но все еще убираем, знаете, в коробочку. Такие почти приготовили? А нет, не очень, давайте потом. Безусловно, это должно сказаться уход гигантов масс-маркета, плюс повышение цен в ЦУМе на какую-то люксу. У нас много клиентов в ЦУМе одевается в одежду ушитавок. Я думаю, что это привлечет дополнительный трафик к нам, если это так сказать. И тут действительно уже нужно думать, как развиваться, не предав себя и своей ценности. Потому что, повторюсь, мы не хотели стать масс-маркетом, но так как сейчас даже уникло ушел, не где покупать качественные хорошие футболки, я думаю, что к нам, конечно же, люди придут. Что будет вообще со стилем россиян из-за этих санкций? Потому что масс-маркет, он кардинально когда-то преобразил вообще людей в России. Что сейчас будет? Мы точно с вами за то время, пока у нас была возможность баловаться красивой одеждой разноплановой, приобрели немножко чувство вкуса и разнообразия. Потребитель все-таки стал более осведомленный, что такое красиво, что такое хорошо. Плюс у нас все-таки остается возможность следить за тем, что такое хорошо. Русские люди и русские женщины, они такие, в общем, хитрые, да, они всегда найдут какую-то возможность, будут шить, будут что-то кроить, будут что-то делать из старенького. Ну и плюс женщины любят у нас покупать. Поэтому старых запасов одежды и купленного гардероба нам хватит на то, чтобы хорошо выглядеть. А вот дальше начнется интересная история. Если российские производители все-таки смогут добиться какого-то интересного уровня производства, то у женщин будет выбор. Если нет, то мы все будем ходить в одинаковых худи и толстовках, и в одинаковых брючных костюмах, которые шьют практически все. Правильно я понимаю, что российские дизайнеры, они делают, ну, если так упростить, не очень сложную одежду. То есть мы не производим там кроссовки современные какие-то, там, спортивную одежду, высокотехнологичную одежду. Верно, здесь даже не только про технологии речь, но и про сложный дизайн. То есть мы не только не можем пока себе позволить производить очень технически замысловатые вещи, но мы сложные по дизайну вещи редко производим. Почему? Потому что для того, чтобы производить сложный дизайн, например, как производит западный люкс, нужно быть уверенным, что его купят. Для этого у бренда должен быть хороший статус, хорошая привлекательность, да, и сильный ДНК. Поэтому там мы бежим в этот люкс и покупаем эти дорогущие сумки или сложные изделия, или перья. А у российских брендов в основном покупают базовую одежду. Соответственно, это первое, да, отсутствие спроса. Второе. Технологически у нас заводы не предназначены для того, чтобы производить сложную одежду. Третье. Для того, чтобы производить сложную одежду, в нее надо больше синвестировать. Вы понимаете, что произвести простую кофточку, футболку, нужно там 500 рублей. А чтобы произвести сложное изделие, которое сложно построено, у него детали, отделка, какой-то принт, нужно совершенно другую себестоимость закладывать в изделие. Российские бренды в основном начинают за счет собственных карманных инвестиций, да. То есть это не какие-то привлеченные, там, большие инвестиции или какой-то сит. Нет, это просто деньги, которые кто-то достал из своего кошелька. Поэтому это в основном очень малобюджетные инвестиции. Соответственно, вот здесь немножечко такой замкнутый круг. Российское производство на поверку оказывается не совсем российским. Ткани, красители и фурнитура импортные. Оборудование тоже и даже рабочие на местных фабриках зачастую приезжие из ближнего зарубежья. На вашем производстве как-то сказалось санкции, которые вводят? Или у вас все там, каждая молния, каждая пуговка российского производства? Ну, смотрите, здесь очень важно понимать, это такой большой сейчас вопрос по поводу российского производства. Ведь все, что делается в России, оно так или иначе делается либо с применением каких-то привозных компонентов, либо на привозном оборудовании, либо еще как бы делается с помощью нероссийского труда. То есть, на самом деле, это очень вот эта тема Made in Russia. У нас была своя фабрика довольно большая, собственная прям фабрика. И, ну, как бы, когда меня спрашивали, ой, вы такие молодцы, у вас сделано в России. Я говорю, да, мы молодцы, но мы по факту шьем из турецкой ткани китайскими нитками на китайских машинках руками Средней Азии. Поэтому это такой как бы в кавычках Made in Russia, к сожалению. И здесь, конечно, вот, на мой взгляд, государству стоит пробовать каким-то образом вдохновлять большой бизнес, чтобы они все-таки как-то занимались машиностроительством, какой-то сырьевой базой. То есть, не только, ну, флажочек повесить, сделанного в России, а делать так, чтобы здесь было действительно что-то сделано в России. Увы, практически все, что мы производим, где бы мы ни производили, сделано из сырья, которое делается не здесь. Есть как бы отдельные, да, какие-то компоненты. Ну, есть производители молний, которые здесь делают в России, но они все равно завязаны на иностранном каком-то там сырье, на оборудовании. А что значит оборудование? Если иностранное оборудование, значит, у него нужны запчасти. Как правило, запчасти очень недешевые. С новым курсом запчасти становятся еще более недешевыми. И, как правило, вот сейчас цены повышаются уже на все, что даже с нашим сделано в России знаком. Поэтому, вы знаете, санкции вот эти, они, ну, в особенности курс валюты, он, конечно, действует на нас, подействует на всех без исключения. И я думаю, даже сейчас это видно на тех же самых, ну, там, каких-то товарах, которые 100% произведены в России. Но, опять-таки, многие забывают о том, что оборудование, на котором оно производится, оно часто перевозное и требует действительно довольно дорогого обслуживания. Вы ожидаете какую-то просадку по выручке? Вы знаете, мы, опять-таки, сейчас, честно говоря, планировать что-либо вообще очень сложно. Потому что все, как бы, действительно все меняется, все непредсказуемо. Но, скорее всего, просадка будет, потому что был определенный небольшой всплеск. Вот неделю назад, видимо, люди как-то пошли интуитивно что-то покупать, да, чтобы, может быть, и потратить деньги, и что-то купить наперед. Вот, сейчас, как бы, люди, возможно, будут до определенной степени напуганы и, ну, как бы, боятся, что вот денег не останется или еще что-то. И, естественно, одежда и вообще товары какие-то, фэшн, они не стоят никогда в первых рядах жизненной необходимости. Вот, и я думаю, что они будут отодвигаться, возможно. Но здесь, опять-таки, сложно предугадать. У нас, наш клиент, это чаще все-таки человек довольно молодой, поэтому, может быть, определенной степени, ну, если так, как назовем, какой-то безбашенности, может быть, все-таки будет действовать, и люди все равно захотят приобрести себе что-то, конечно, если оно у нас будет. Поэтому это тоже все очень интересно. И выручка тоже отчасти, ну, то есть не отчасти, выручка всегда очень часто зависит от наличия продукта. Есть продукт, есть выручка, нет продукта, выручки нет. Вот, как бы, сейчас вот тоже многие, скорее всего, будут испытывать, ну, и мы в том числе, проблемы даже с весенне-летними какими-то вещами. Кто не успел что-то получить, все стало чуть-чуть подороже, надо где-то взять в два раза больше рублей теперь. Поэтому здесь тоже сейчас такое время, знаете, время неочевидных ответов, то есть неточных ответов, потому что их никто не может дать. Насколько процентов вырастут цены на вашу одежду? Все зависит от конкретных поставок. Допустим, те поставки, которые мы успели получить до повышения доллара, они у нас остались по прежним ценам, которые были, мы ничего не повышали. А все, что, соответственно, будет приходить новым, будет расти пропорционально нашим расходам. То есть, соответственно, уже логистика в долларе. Если вы знакомы с российской таможней, то таможню мы тоже считаем в долларах. То есть, даже в таможенном калькуляторе мы всегда заносим, то есть мы платим в рублях по курсу на день оплаты, но как бы сама ставка, она в долларе исчисляется, что, конечно, очень печально. Вот хотелось бы куда-то там постучаться наверх и сказать, ребят, ну давайте хотя бы это как-то уберем, потому что, ну, действительно сложно. Цены, ну, как минимум, они будут расти процентов на 35, по нашим ощущениям, по 35-40. Ну и тут, конечно же, жизнеспособность компании, она будет тоже воздействовать. То есть, если компания как бы живая, если у нее есть какие-то еще ресурсы дополнительные, то она может позволить себе искусственно цены немножечко удерживать на более низком уровне. Если уже у компании нет такой возможности, то она будет вынуждена цены поднимать, потому что, чтобы ей продолжать свою жизнедеятельность, ей уже надо жить в новых, как бы, да, в новых реалиях, в новых деньгах. Иначе она просто не сможет продолжать свои закупки, свои разработки и, собственно, будет вынуждена погибнуть. Можете конкретно на примере вот каких-то вещей, чтобы людям было понятно, что мы вот не можем произвести? Да, без проблем. Смотрите, допустим, если вы хотите производить куртки, то ткань для курток в любом случае вся привозится из Китая. То есть, мы привозим ткань из Китая для курток или, ну, там, в лучшем, ну, еще варианты какие-то из Кореи более дорогие. Но дело все в том, что когда вы хотите сшить, например, куртку вашего бренда в России, вы будете пользоваться только той тканью, которая здесь есть в наличии. Либо вам нужно размещать длинный заказ. Это очень долгий заказ с предоплатой, ждать там по 500 лет, пока вам эту ткань привезет поставщик. Когда я работаю напрямую с Китаем, я могу ткань красить в нужные мне цвета, я могу делать фурнитуру, которая мне нужна, я могу это все делать в одном отне. То есть, мне не нужно бегать, искать одного поставщика, второго, третьего, четвертого. То есть, Китай, он уже такой более, как сказать, отлаженная система у людей. Очень много, на самом деле, тонкостей и моментов. Опять-таки, ручной труд. У нас в России не так много фабрики есть, которые умеют шить куртки. Ну, я просто на примере курток. Китай, Вьетнам и некоторые другие страны, они поставляют куртки на весь мир уже очень много лет. Очень большой опыт. Чтобы получить хороший продукт, хотелось бы этим пользоваться. Но это приблизительно то же самое, что сейчас собрать смартфон в России. Ну, как его собрать в России? Это, в принципе, шансы равны нулю. Потому что у нас нет, опять-таки, ни компонентов, ни оборудования и нет людей, которые могли бы с этим действовать. Плюс некоторые условия оплаты. Допустим, наши российские фабрики, им нужно заплатить процентов 60-70 за сырье сразу. А когда мы работаем с китайцами, мне нужно заплатить сначала 30, а потом все остальное. То есть, это тоже немаловажный аспект, потому что их рынок им позволяет так делать, а наши фабрики, они не все располагают большим количеством ресурсов, чтобы финансировать, например, бренды, как мы. То есть, нужно сначала все купить, все привезти и, условно говоря, потом шить. Но при этом, даже при таких, как бы, определенных сложностях, есть довольно много коллективов творческих и марок, которые довольно успешно могут производить, как бы, здесь, в России, все. Вот прям, зная людей, которые делают все здесь, в России. Twelve Stories – один из самых успешных российских брендов одежды, основан в 2014 году. С прошлого года компания активно движется в сторону устойчивого развития и экологичности. 50% нашей продукции мы производим в России, оставшиеся 50% мы производим в странах дальнего зарубежья, таких, как большая часть, это Китай. Примерно 5% нашей продукции мы производим в Турции и совсем немножко мы производим в Сербии и Молдове. Все при этом, если говорить про российское производство, 50%, которые мы производим в России, мы используем полностью импортное сырье. То есть большую часть ткани мы закупаем в таких странах, как Италия, Португалия, Франция, Испания. Часть ткани мы покупаем в Китае, в Турции. Поэтому значительная часть себестоимости, а даже той продукции, которую мы производим в России, это все-таки себестоимость валютная. То есть мы за нее платим либо в юанях, либо в долларах, либо в евро. Я сейчас говорю про сырье. Давайте так, от 75% до 90% себестоимости будет валютной. Поэтому, конечно же, для нас девальвация рубля очень сильно влияет на стоимость готовой продукции. С одной стороны. С другой стороны, значительная часть нашей команды и нашей розничной сети находится в России. И очень большая часть других затрат, которые не входят в себестоимость продукции, а входят все-таки в административные, в коммерческие расходы, в рекламные бюджеты, в затраты на сотрудников, на команду. В значительной степени все эти затраты все-таки рублевые. Поэтому при девальвации, с одной стороны, с точки зрения стоимости готовой продукции, значительная часть готовой продукции дорожает. Но при всем при этом есть часть, за счет которой мы можем экономить. И, конечно же, большое количество ограничений и дополнительных расходов, с одной стороны. С другой стороны, устойчивое развитие, это, в первую очередь, проэффективность. Поэтому в периоды, в кризисные периоды, эффективность становится максимально значимым элементом стратегии компании. Поэтому мы в целом свои шаги в области устойчивого развития не планируем сворачивать. Один из немногих российских брендов модной обуви, Синтезия, появился в 2016 году в Петербурге. Как на вашем бизнесе сказался этот кризис, эти санкции, массовый уход западных брендов? Это вам в плюс то самое импортзамещение, про которое нас любят говорить по телевизору? Или вам тоже от этого сложно? Конечно, были вопросы, что было с ценами, как это на нас отразится. И я пытался объяснить, что на эти вопросы можно ответить только в том случае, если кто-то даст гарантии через, например, 3, 4, 5, 6 месяцев, какой будет курс. Продавая на территории Российской Федерации, компания Синтезия является международной компанией по всем признакам. Потому что мы, как автомобильные концерны, собираем наши изделия на территории России, но все компоненты у нас идут примерно из 10 стран. То есть это Польша, Италия, Украина, Германия, Латвия, Турция, Корея, Япония. И, соответственно, все они с нами работают по курсу ЦБ. Выставляется счет, выставляется стоимость в рублях. Так как мы работаем в рублях, то есть мы не платим валюте, мы платим в рублях. Соответственно, все счета сейчас умножить на 2. Что будет завтра, я не знаю. Соответственно, получается, мы приняли решение, что мы можем говорить про сегодня, можем говорить про завтра. И, соответственно, действуем оперативно, то есть именно в моменте. По поводу импортозамещения в нашей отрасли его не было. А сейчас, конечно, мы заняты вопросом поиска альтернативы наших комплектующих. То есть в обуви в одежде такие элементы, как молнии, пластиковая, магнитная, металлическая фурнитура, подошва, каблуки. Это, я говорю, то, что видят покупатели. А еще есть технические материалы, которые покупатели не видят. И нам уже наши партнеры, наши контрактные производства, они сообщают, ну, допустим, например, обувной клею. Что, у нас нет обувного клея в России? Нет, да, представляете, нет обувного клея. И не только обувного клея. Технических картонов, таких, из которых делают подноски, задники. Это поставляла, допустим, Италия. Не буду голословным, просто я приведу цены, чтобы просто понять, как все поплыло. То есть, допустим, банка клея, она стоила там 6 тысяч. А вот буквально за последнее время она стоит 12 тысяч. И так все по кругу. Мяуан – российский стрит-уэр бренд авангардной одежды. Основан всего три года назад, пока создатели марки настроены очень позитивно. У нас всегда в бренде была достаточно лояльная ценовая политика. И даже сейчас повышение цен будет незначительным процентов на 10-15 в зависимости от моделей. Мы, естественно, привязаны к курсу доллара, потому что абсолютно все сырье даже российских производителей мы закупаем в долларах. Но вместе с повышением цен мы улучшаем всегда и качество сервиса, и качество самого продукта. И вообще в данный момент идем к выстраиванию такой сильной политики импортозамещения на российском рынке. Всю нашу продукцию мы производим непосредственно в России. Это Москва, Московская область, регионы, поэтому нас практически не коснулись санкции. Естественно, производство повышает несколько цен на свою продукцию, но, тем не менее, нам достаточно удобно с ними работать, и мы можем занимать больше мощностей, с учетом того, что слабые игроки сейчас с рынка уходят. Что касается спроса, мы в данный момент не видим сильной разницы между, например, прошлым годом. Я бы даже сказала, что в данный момент мы начинаем расти, потому что, опять же, сильные игроки ушли. Конечно, еще рано оценивать какие-то более точные цифры, насколько повлиял уход сильных игроков с российского рынка. Но, тем не менее, мы, например, отмечаем рост. Поэтому спрос есть. Я думаю, он будет продолжаться. Как минимум, потому что ушли, опять же, как я и говорила, какие-то крупные гиганты. Как максимум, потому что россияне становятся более лояльны, как мне кажется, к российским брендам. 15 марта Европейский Союз запретил ввоз в Россию духов, одежды и других товаров дороже 300 евро. Кажется, что с люксом на время придется попрощаться, но туроператоры уже подсуетились и предлагают специальные шоппинг-туры. Не только в Эмираты, где в бутике Шанель от русских требуют письменно подтвердить, что они не будут носить купленный товар на территории России, но и в Казахстан и Узбекистан. Бренд Валентин Юдашкин представляет люкс-сегмент в российской фэшн-индустрии. Что с вашим брендом? Насколько вы завязаны на другие страны ваше производство? Я на самом деле думаю, что вообще любой бренд в мире имеет разные части и разные страны, которые поставляют ткани, фурнитуру и вообще производство. Но хорошо, что наше производство в России отшивается все у нас, но с тканями сейчас будем решать этот вопрос. С Турцией, наверное, с Китаем. В Китае сейчас тоже сложно, потому что они закрыты. Ковид все равно продолжается, у них зеро ковид-полиси, поэтому, наверное, будет тоже сложно. Но будем смотреть с нового сезона. А вот для люкс-сегмента это большой плюс, что там, условно, мы видели все в сети разлетевшиеся ролики с пустыми прилавками Луи Виттона, Прады, Гуччи, Сумы. Это плюс, что вот теперь есть там Юдашкин и Филипп Ляйн, который не ушел, например? Я думаю, что это и нехорошо, и неплохо. Но как бы это сложно, потому что все равно равнялись все на Запад и на иностранные бренды. Но плюс для нас то, что очень многие, особенно штат людей, который работал на иностранные бренды, теперь, может быть, на рынке будет свободным и смогут прийти к нам работать. Это тоже большой плюс. Конечно, клиентура тоже. Поэтому будем смотреть. Я надеюсь, что мы запустим в связи с этой ситуацией еще и масс-маркет. А что вот с нашим клиентом сейчас будет? Как вы думаете, Галина? Конечно, сейчас будет первый этажок. Мы видим все эти очереди в Никло. Люди закупаются в Прок. Не знаю, конечно, как это поможет. Но я думаю, что ты начнешь пересматривать свой гардероб и уже исключать те вещи, которые тебе на самом деле особо не нужны. И в ковид лично я это точно поняла. И очень много вещей сортировала, которые мне вообще, в принципе, были и не нужны все это время. Но лежали. Сейчас Валентину как бренду сложно с тем, что он с русскими корнями. Потому что я знаю, но он долго стремился к тому, чтобы выйти на международный уровень. И вот как раз это похожая ситуация как с нашими спортсменами, как с нашими другими культурными деятелями. Есть ли токсичность в сторону Юдашкина? Вы знаете, именно лично к нам ее, в принципе, нет. Да, зашлась новость, что нас исключили с этого сезона из недели моды. Синдикат нас никто не исключал. Мы также там состоим официально. А я думаю, что пока все равно это все утихнет. Это такая волна. Она всегда поднимается, потом она утихает. Просто это время как раз переждать, заняться новой коллекцией. И спокойно надеяться, что в следующем сезоне будет все нормально. Мы планировали перейти из разряда и в ценовой политике, из разряда компаний среднего плюс ценового сегмента. Мы планировали перейти. Наша задача – работать все-таки не на массового покупателя, не на массового потребителя. А мы надеемся на премиальный и на то, что мы сможем какую-то часть клиентов к себе переманивать из сегмента люксового спроса. Именно поэтому мы используем более качественные ткани. Начинаем использовать более качественную фурнитуру. То есть наша задача – быть максимально качественными, максимально востребованными в дорогом сегменте. Чтобы люди спускались к нам, то есть не поднимались в наш ценовой сегмент, а спускались к нам, пробовали нас, искали хорошее соотношение по дизайне, качестве, цене и в составах. Я надеюсь, что спрос на нашу продукцию не упадет и вырастет. Покрас Лампас – бренд уличной моды от известного во всем мире художника-каллиграфа уже ощутил на себе влияние санкций. А вот на твоем, например, бренде одежды, как-то это скажется, что Россия попала под санкции? Конечно, это большая проблема. И я здесь солидарен со всеми, кто делает бизнес в России, потому что любое изменение тех самых разниц в курсе, процессов логистики, партнерства, вариантов оплаты, доставки, не знаю, вещей и так далее, очень сильно бьет по бизнесу, потому что очевидно, что мы только-только начали выходить из ковидного кризиса и стали снова возвращаться к оффлайну, к ивентам, к показам, потому что в 2020 году представить себе показ было сложно. В 2021 все, кто имел возможность, начинали возвращаться. В 2022 мы ожидали активный рост всех этих направлений. И мы испытываем такие же сложности. У нас также просел очень сильно рубль, при том, что мы закупаем много сырья из-за границы. Это и фурнитура, и запечатанная полностью ткань, типа того же шелка, который сейчас на мне. Это и качественный футер, и упаковка, и так далее. К сожалению, в России все это производится не на достаточно крутом уровне. Либо за границей это можно было найти дешевле, без ущерба качества. Сейчас это будет большая сложность. Большая сложность с оплатой за границей. Мы не можем теперь получать нормально ни оплату за наш товар, ни отправить товар нормально за границу через такие компании, как DHL, потому что они тоже сейчас приостанавливают работу в России. И, конечно, это большой стресс, потому что мы только-только начали готовить новую коллекцию, новые арт-проекты, высказывания. И здесь получается история, что, по сути, вся работа попадает на стоп. Нужно заботиться о команде. Часть команды находится за границей. И скачок рубля очень резко ударил и по возможностям того, что мы здесь за границей планировали сделать. Это все действительно очень грустно и плохо. И мне кажется, что из такого экономического кризиса выход будет явно небыстрым и непростым. Возможно, многим брендам придется закрыться. Я надеюсь, что наша аудитория останется с нами и будет нас поддерживать даже в сложные времена. Мы постараемся со своей стороны минимализировать повышение цен и сохранить качество. Я не буду здесь врать. Это абсолютно ужас в сравнении с тем, какие могли бы быть тенденции развития российской моды и российского фэшна, уличной моды и с тем, что мы сейчас столкнулись. Бренд Монохром в 2015 году стал пионером оверсайз моды в России. Как этот кризис сказался на вашем бизнесе? Ровно точно так же, как и на любом другом бизнесе, который связан с закупкой тех или иных материалов. И неважно, о чем мы говорим, о тканях, о каких-то запчастях для каких-то машин и прочего прочего. Потому что есть такая вещь, как экономика, которая не может быть суверенной. В любом случае, какая бы она ни была, она глобальная. Мы тут не исключение. Мы сильно зависим от курса валют. Все материалы, вся фурнитура, все закупается в валюте. Все цены резко выросли в два-три раза. То есть поставщики берут с запасом, потому что конвертация, ее никто не отменял. Вот это, наверное, главный и первый урон, который был нанесен. Второй урон, который мы на себе сразу же тоже почувствовали, это связано, естественно, с оплатой заказов. Apple Pay, до свидания. У нас поехала вся аналитика, естественно, в Гугле, потому что Гугл тоже сказал до свидания. Что еще? Реклама, соответственно, тоже пошла по одному месту в соцсетях. Но на самом деле не то, чтобы мы тут сидим и унываем, как ни странно, мы наблюдаем прирост. Прирост заказов, прирост пользователей. Но это не отменяет всех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, работая с ними. Сейчас имеет смысл как минимум продолжать работать, если наши сотрудники, семьи наших сотрудников. И это не какая-то бравада, это буквально так. Что касается развития и снижения конкуренции, безусловно, оно так и есть. Другое дело, включается моральная сторона вопроса, и стоит ли кидаться на амбразуру во все возможные места. Я думаю, что, во всяком случае, применительно к нам мы будем усиливать имиджевую составляющую свою. Мы всегда были про людей или и для людей, вне зависимости от того, в России они или в других странах мира. Конкретно эту человеческую повестку мы сейчас и будем продвигать. Опять же, как показал нам ковид два года назад, когда мы столкнулись с рядом ограничений, и поначалу вообще никто не знал, что это за болезнь, и думали, что это конец света. И подумав немножечко, почасав репу, мы вышли к нашей аудитории с предложением, ребята, не покупайте у нас вещи, если в этом нет необходимости. Это был достаточно искренний посыл, но он сработал как раз-таки четко на нас. На какое-то время мы ощутили провал, но потом люди поняли, что мы достаточно искренняя компания, и вот эта вот вера в человечность и в человечество, это то, наверное, почему люди сейчас сильно соскучились. Рано или поздно все это тем или иным способом закончится. Надо диверсифицировать, единственное, свои риски. Надо посмотреть, есть ли у вас потенциал для выхода на другие рынки. Потому что если мы раньше думали, что внутри страны мы сейчас раскачаем, ой, какой красивый рынок, то сейчас, конечно, он перестает быть глобально интересен. То есть словосочетание «русский дизайнер» сейчас обрело, к сожалению, другое значение во всем остальном мире. А что значит «русский дизайнер» стало значит что-то другое во всем мире? Вы-то при чем здесь? Так понимаете, на самом деле так никто ни при чем. За нас, за все население страны, несколько человек приняли решение в одну калитку. Здесь, по большому счету, никто ни при чем. Но никто не будет разбираться в нюансах, когда такой глобальный замет. То есть есть Россия с военной операцией в Украине, есть пострадавшая сторона Украина. Ровно так это считывается во всем мире. Никто не разбирается. Дизайнер ты, не дизайнер, занимаешься ты благотворительностью или исключительно предпринимательской деятельностью. К большому сожалению, ну это так, мы не видим никаких гонений и репрессий в сторону креативного пласта, но тем не менее мы чувствуем эти нотки. Мы и раньше-то их чувствовали, да, такое немножечко отношение. Ну, русский дизайнер, давайте посмотрим, что там у вас. Но вот сейчас я думаю, что это может триггернуть. И как минимум вот такую повестку, что «из России с любовью» надо сейчас немножечко, на мой взгляд, просто подержать, поконсервировать, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Ну, то есть я бы сейчас не выезжал. То есть мы, безусловно, гордимся тем местом, где мы работаем и то, что нам здесь удалось создать. Но мировая повестка такова, что вряд ли кто-то будет гордиться этим сейчас помимо нас. Главный ювелир российской реп-сцены Mozy G делает не только тяжелые подвески и цепи, но и вполне лаконичные повседневные украшения. Как твой бизнес встретил текущие события? Сказалось ли это на тебе? Ну, очевидно, что да. Ну, с точки зрения покупательской способности в среднем и дешевом сегменте, конечно, есть спад определенный. С точки зрения инвестиционных, истории такие, как часы и золото высокой пробы, наоборот, наоборот, растем. Что происходит сегодня с золотом? Золото растет. Растет в цене. Скачки дикие в течение дня меняются по 10-15 раз. То падает, то повышается. Но в среднем держится сейчас на уровне 7,5-8 тысяч рублей за грамм. Это много. Как это сказывается на вас? Насколько подорожали изделия? Какие меры вы приняли по оптимизации бизнеса? Может, кого-то уволили, что-то сократили? Увольнять никого не забираемся. Наоборот, увеличиваем людей. Сейчас самое то время, чтобы хантить. Хантить людей, которые нам помогут с международными интеграциями нашими, которые были запланированы еще в том году. На самом деле время это положительно сказалось в том плане, что мы дали себе возможность изменить все внутренние недочеты, которые были, соответственно, доделать по производству, все внедрить вещи, которые мы хотели внедрить. Но из-за того, что было огромное количество заказов постоянно, мы не успевали просто выдавать их вовремя. Выждали, скажем, дали себе паузу, попросили у наших клиентов, которые тоже ждут заказы, чтобы они нам чуть дали больше времени на изготовление. Управили недочеты. Сейчас возвращаемся в нормальный режим, наращиваем склад. У нас очень большие запасы по серебру, по золоту. Поэтому мы просто делаем все в склад и готовимся к лучшему времени, так скажем. Мы не проводили глубокую инвентаризацию очень долгое время. Опять же, из-за того, что был просто постоянный движ, постоянная работа. По результатам инвентаризации поняли, что мы накопили достаточно ресурсов внутренних для того, чтобы выдержать в течение полугода вообще спокойно, не сокращая людей, не уменьшая зарплаты, а наоборот давая им возможность работать даже в такое кризисное время. Ну и занимаемся расширением товаров, то есть внутреннего каталога, что позволит нам просто сейчас в новых социальных сетях ВКонтакте реализовывать просто изделия. Как бы чуть поменяли вектор, и я думаю, что нормально все будет. Ты в интервью говорил, что 60% у вас выручки – это такие специальные крутые заказы для разных артистов. Сейчас заказывают известные артисты себе толстенные цепи? В начале года, конечно, заказывали, то есть сейчас мы занимаемся тем, что закрываем заказы, которые были сделаны до середины февраля. По большим крупным проектам сейчас, конечно же, стоп. Мы доделываем там несколько проектов, которые были, согласовывались там очень длительное время. Сейчас будет стоп в любом случае, но через какое-то время он в любом случае, ну как бы двинется это все, оно не может стоять. Опять же, для нас возможности, как я тебе уже сказал, потому что помимо того, ну то есть мы всегда сидели на российском рынке. До ковида у меня были попытки, причем хорошие. Я ездил в Германию с немцами, с артистами, с большим количеством артистов, мы начали делать какие-то проекты. У меня было несколько клиентов из Америки, у меня были клиенты в Дубае точно так же. То есть, и мы делали все там, ну то есть все в Европе, все в Дубае, отдавали им там. То есть мы не задействовали русское производство наше здесь, которое в Питере происходит. Поэтому для нас реально возможность найти еще артистов, дополнительных блогеров за пределами нашей страны. Ну, если мы скажем, что мы все типа взяли и ушли, кто им будет давать украшения? Кто им будет одевать? Это же неправильно. Тем более, что мы столько сил вложили. Просто не будет украшений и все. Ну а куда они? Ну, представляешь, всю жизнь украшения были испокон веков, а и в моменте они перестали быть. Но такого не может быть. Можем ли мы у нас в стране сделать классные там кроссовки Nike Air Force классические? Почему не можем? Ни одна страна не может сделать технологичный продукт. Кроссовки – это технологичный продукт. То есть материалы, оборудование – все очень довольно сложное, высокотехнологично и распределено по всему миру. То есть фурнитуру, лучшая фурнитура производится в Европе. Краски, там, химоза вся едет, опять же, тоже из Европы. Материалы, да, согласен, там, Китай, Турция, тот же самый Тайвань. Все это оттуда. Но все это, я повторюсь, сборная солянка. Вот это вот большие логистические цепи – это не какая-то фигура речи, да? Все боялись во времена ковида обрыва логистических цепочек и вполне себе оправданно. Потому что, повторюсь, невозможно сегодня сделать ничего от йогурта и до, я не знаю, там, карандаша цветного, закрывшись от остального мира. Просто потому что оборудование каким-то образом надо обслуживать, программное обеспечение, все пишется иностранными компаниями. Смогут ли российские бренды заменить, условно говоря, H&M, Zara, таких больших игроков? В ближайшей перспективе, конечно, нет. И не в полном объеме, да. С возможностью, там, 10 лет, 15, да. Но это точно не быстро. Вот сейчас за последние, там, сколько, да, две недели, грубо говоря, ушел масс-маркет, ушли средние сегменты. И, конечно, стало ощущаться, что ты не можешь пойти купить какую-то конкретную кофточку в таком-то стиле. Ты не можешь купить вот такую-то сумочку, вот с такой какой-то ручкой. У тебя есть российские бренды, их довольно много. Их там, грубо говоря, таких очевидных, да, и ярких на рынке, ну, допустим, 100-150 таких, которые производят какую-то оригинальную продукцию. Вот пока сегментации четких ДНК и интересных продуктов довольно мало. Поэтому заменить быстро точно не смогут. У нас есть основная проблема – это глобальная легкая промышленность, да. Мы можем пошивать небольшими партиями интересные вещи, либо более-менее большими, но очень такой скудный товар одинаковый. Но вот производить большими партиями что-то интересное, пока таких возможностей на российском рынке нет. Плюс технологий производства, да, у нас нет. Для того, чтобы это реанимировалось и выросло на другой уровень, у нас должна появиться все-таки легкая промышленность в полном объеме. То есть это сырье, это производство тканей, и потом производство одежды. Да, производство сырья у нас самое слабое место. Мы его не производим, мы его все закупаем абсолютно верно, из Италии, Китая или Турции. И пока мы сами сырье не начнем производить, ничего не произойдет. Для того, чтобы мы начали производить сырье, нужны огромные инвестиции и вложения в сами технологии, да, в заводы, грубо говоря, вообще в легкую промышленность. Чтобы произошли такие инвестиции в легкую промышленность, а это очень долгосрочные инвестиции, кто-то их должен сделать. Это либо государство, либо какие-то огромные частные инвесторы. Соответственно, легкая промышленность должна меняться. Плюс у нас уже за это время, пока легкая промышленность отсутствовала, Скажем так, погибли технологии и люди, которые эти технологии могут содержать. Значит, нужно воспитывать технологов и специалистов. Ну, а пока мы воспитаем это все, должен появиться спрос. Вы понимаете, мы не можем начать производить тонны тканей, километры ткани, как Китай, и никому их не сбывать. Нам куда-то эти ткани нужно отдавать. А если у нас в России всего 100 дизайнеров, куда они все купят одни и те же ткани, тоже вероятность мало. А у нас может быть вообще рассвет легкой промышленности в связи с этим? Послушайте, я вообще верю в рассвет легкой промышленности в России. И я могу честно сказать, при том, что мы довольно иногда пессимистично настроены по поводу стабильности в стране, но абсолютно превозмогая все внешние факторы, наши предприниматели, наши дизайнеры, творческие люди умудряются все равно, на мой взгляд, делать невозможное. То есть за последние годы, я в бизнесе уже больше 20 лет, появилось такое количество брендов российских. То есть я просто наблюдал, у меня был магазин, когда у меня был один российский бренд, потом их стало два. Потом их сейчас стало столько, что я уже не успеваю за ними следить. И это хороший признак, потому что люди как бы что-то делают, люди могут где-то делать. Конечно, есть все шансы расцвета российской легкой промышленности, если ей будут помогать, ее будут поддерживать. Если будут кредиты за адекватные деньги, которые будут понятным образом выдавать, а не проверять тебя сверх до головы, искать у тебя в разных местах какие-то подвохи, то и у людей будут различные ресурсы, то, конечно, будет рост. И та же самая большевичка, думаю, сумеет сшить прекрасные джинсы. То есть на самом деле потенциал в стране огромный. Очень много талантливых людей, действительно много. Я имею в виду сейчас фэшн-индустрии. И просто многие из них, к сожалению, не могут реализовать свои возможности, потенциалы, потому что страна пока так настроена, что она не позволяет это делать. Во-первых, очень сильно вырастет ресейл. Я уже сейчас знаю, что авито растет в 10 раз, другие ресейл-платформы растут многократно. И мы все больше и больше будем покупать БУ, и это с точки зрения sustainability очень хорошо для планеты и для нашей стороны. С другой стороны, конечно же, бренды смогут нарастить свое производство. Я не знаю, смогут ли они нарастить настолько, чтобы заместить спрос быстро. Конечно же, текущие изменения приведут к значительной доле импортозамещения. В среднесрочном периоде, краткосрочно, я не уверен и не думаю, что можно заместить все выбывшее предложение. Но средне и долгосрочно наши компании и компании из дружественных стран, я уверен, что смогут заменить. Я бы так сказал, что это будет замена, не качественная замена, а больше количественная. Потому что все-таки сам факт того, что в наших торговых центрах присутствовали Inditex и H&M. Причина этого такая, что это операционно самые слаженные, самые хорошо работающие машины. И такие машины заменить другими бизнесами сложно. То есть других таких нет. Поэтому все заменится на менее качественные операционно, менее качественные в качестве, менее качественно с точки зрения ценообразования бренды. То есть это не будет качественной замены. Все-таки это будет замена на что-то похуже. Менее, может быть, модное или менее качественное, или чуть более дорогое. Именно качественная замена не произойдет. Бренд – это не только визуальная часть, это еще и логистика, и производство, и очень много других процессов. В принципе, и после ковида курс был не самым благоприятным для россиян. То, что сейчас с ним, ну, очевидно, что это очень много сложностей. Поэтому мы сильно, сильно, вообще драматически сильно откатываемся назад. Туда же добавляются проблемы с тем, что непонятно, какие тенденции будут у внутреннего рынка. Потому что, когда уходит масс-маркет, и не ясно, чем его замещать. Потому что наши внутренние производства не готовы к таким большим объемам. Даже произвести партию в тысячу худи без брака – это большая проблема в России. Потому что ты будешь постоянно заниматься на этой цепочке производства какими-то проблемами. А сейчас к этим проблемам дополняется еще огромное количество других проблем. Повышение роста цен. И мы это все приводим к тому, что сейчас получить качественную дизайнерскую вещь будет, ну, действительно сложно. И это связано даже не с тем, что людям будет… Это очень дорого. А еще и с тем, что это будет сложно провести в нужном объеме. Я считаю, что бренды, которые имеют своего покупателя, просто должны в очередной раз понимать, что то, над чем они работали в последние годы, нужно очень сильно укреплять. Возможно, придумывать какие-то клиентские ивенты. Возможно, делать какие-то локальные необычные шаги. И стараться брать не объемом продаж, а именно вниманием к каждой детали и к тому, что наш рынок должен сейчас дать какой-то новый виток своего развития. Дополнительно, мне кажется, что сейчас в Россию будет очень много поступать китайских товаров, китайского масс-маркета. Потому что с точки зрения логистики Китай сейчас, я так понимаю, один из самых наших таких основных будет партнеров. Я думаю, что китайское сырье и материалы себестоимости будут сейчас дешевле, чем попытка произвести такого же качества вещи в России. Поэтому сейчас люди, которые занимаются той самой частью связи, условно говоря, рынка Китая и рынка России, будут явно в очень большом приоритете и интересе. Это касается и людей, которые организовывают поставки заводов, и людей, которые могут контролировать качество Китая, чтобы она прилетала в Россию. Это люди, которые могут находить какие-то новые технологичные решения касаемо ткани, касаемо методов, например, вязания, плетения каких-то бесшовных вещей, касаемо фурнитуры, касаемо обуви. То, что сейчас будет сложно получить в России с точки зрения оригинальных брендов или каких-то дорогих европейских брендов, которые вряд ли будут делать под Россию локальную стоимость. То есть это просто очень такая крупная сейчас будет паза смещения рынка из Европы обратно в такую вот нашу восточную часть, в часть, связанную с Турцией, с Китаем, и интеграция с их рынками на какие-то новые торговые и партнерские взаимоотношения. Я хочу пожелать, чтобы никто не отчаивался, чтобы шли вперед. Времена тяжелые, но мы все вместе, все друг друга поддерживают. Ничего не остается делать, как просто идти дальше и творить. Когда внутри рынка создаются условия, которые направлены на то, чтобы сдерживать маленькие бренды и выделить определенную группу лиц, которые уже давно в этом бизнесе находятся. У маленьких брендов ничего не остается, кроме того, как показать, что маленькие бренды из России могут быть брендами с мировой известностью в одном классе Стифани и так далее. То есть это для нас огромная возможность реально развиваться и пробовать себя и расти. Вот и все в этих трудностях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!